Доброе утро. НРБК. Региональный блок новостей. В студии Маргарита Гафарова. Мы вещаем из отеля Кран-Плаза Уфа. С потребительским экстремизмом в сфере строительства будут бороться на федеральном уровне. Разработанный башкирским парламентом законопроект после доработки рассмотрят в Госдуме на осенней сессии. Инициатива направлена на обеспечение баланса интересов застройщиков и других участников жилищного строительства. Последние годы в Башкортостане значительно выросло количество судебных исков к застройщикам по фактам несоблюдения стандартов качества строительства, рассказали в башкирском парламенте. Юридические компании взыскивают застройщиков суммы, несопоставимые с реальной стоимостью устранения строительных недостатков. Порой они доходят до третьей цены самой квартиры. Когда пользуясь тем, что какие-то жилые объекты имеют определенные недоделки, которые могут быть устранены, но затягивая различными способами объявления об этих недоделках, не дают застройщику недоделки устранить, а сразу обращаются в суд. И очень крупные неустойки отсуживают тогда за все эти вещи. По республике Башкортостан уже только накопленная сумма таких исков превышает 100 миллионов. Такая ситуация угрожает финансовой устойчивости добросовестных строительных компаний и в конечном итоге может обернуться новой волной обманутых дольщиков, считают депутаты. Проблема актуальна для многих регионов страны. Согласно же законопроекту, при обнаружении недостатков застройщик будет оперативно их устранять. В итоге покупатель получит качественное жилье, а строительная организация будет защищена от фактов злоупотребления правом. Более 67 тысяч кубометров древесных плит экспортировано из Башкортостана в Китай с начала года. Товар погружен на 33 контейнерных поезда. Партии предварительно прошли фитосанитарные исследования. Вся продукция соответствует санитарным нормам, сообщает Республиканское управление Россельхознадзора. По данным регионального госкомитета по внешнеэкономическим связям, всего с января по июль 2020 года взаимный товарообмен Башкортостана с Китайской Народной Республикой составил свыше 452 миллионов долларов. В том числе экспорт составил почти 355 миллионов долларов, импорт – 97,5 миллионов долларов. Из региона экспортировались в основном турбодвигатели и газовые турбины. На их долю приходится порядка 93%, а также подсолнечное масло и синтетический каучок. Из Китая поставляют в основном машиностроительную продукцию – более 65%, 13% составляет продукция химической промышленности, 7% приходится на текстиль, одежду и обувь. Сегодня в Уфе начинают работу российские нефтегазохимические форумы, 28-я специализированная выставка «Газ, нефть, технологии». В рамках деловой программы на площадке ВДНХ пройдут 20 отраслевых мероприятий с участием более 180 спикеров из 14 городов России. Эксперты и главы профильных ведомств обсудят ряд ключевых для отрасли вопросов, включая нестабильность сырьевых рынков и модернизацию нефтехимической отрасли. Выставка позволит продемонстрировать новые возможности, актуальные технологии, привлечь инвестиции и укрепить деловое сотрудничество. Свою продукцию на площадках представят 180 предприятий. Двухэтажный экскурсионный автобус на этой неделе продолжает осуществлять социальные рейсы по Уфе. Их участники – дети-инвалиды, сироты из многодетных семей, волонтеры, помогавшие медикам в период пандемии. Планируется, что в штатном режиме автобус начнет работать в ближайшие недели, сообщили в региональном госком туризме. Даблдекер будет отправляться ежедневно с площади Салавата Юлаева. Он рассчитан на 59 сидячих мест. Поездка платная, стоимость билета 350 рублей, для льготных категорий граждан предусмотрены скидки. Автобусная прогулка проходит в сопровождении профессионального гида. По южной части города входит наш экскурсионный автобус. И мы стараемся не только те знания, которые есть по ходу движения, показать и рассказать, но и о всех тех событиях, которые связаны с историей башкирского народа. И что означает слово «Башкортостан». И почему на гербе города Уфа и Куница изображена. И, конечно, звезды Башкортостана. Мы тоже говорим о них. Мустай Карим, народный поэт Башкирии. Рудольф Нуриев, который поднялся на сцену. Автобус проследует по историческому лицам Уфы, Ленина, Карла Маркса, Закива-Леди, Тукаева, Советская, по набережной реки Белый. За полтора часа туристический транспорт преодолеет порядка 15 километров. И в завершение выпуска информация о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Доллары и евро дешевеют. Американская валюта минусует 17 копеек. И курс составил 74 рубля 71 копейку. Евро подешевел на 9 копеек. Курс 88 рублей 58 копеек. И лучшие обменные курсы к этому часу. Покупка и продажа доллара в банке Наива по 75 рублей 20 копеек и 75 рублей 52 копейки соответственно. Наиболее выгодный курс покупки и продажи евро также в банке Наива по 89 рублей 36 копеек и 89 рублей 65 копеек соответственно. На этом наш выпуск подошел к концу. Я с вами прощаюсь. Желаю вам хорошего дня.